Здравствуйте! Это факты мнения. Среди всех травм чаще всего взрослое население получает повреждения в быту. Такие данные приводят эксперты. В процентном соотношении это почти 70. На втором месте, по данным Всероссийской организации здравоохранения, уличные травмы. На их долю приходится 19,5%. Но и повреждения, полученные на производстве, занимают третье место. Причем мужчины уязвимее, чем женщины. Еще любопытную, наверное, ожидаемую статистику приводят медики. Люди от 18 до 25 лет попадают в неприятности гораздо чаще 50-летних. Максимальный вред своему здоровью взрослые люди наносят в выходные и праздничные дни, а также в летний сезон. Что говорит статистика Минздрава Краснодарского края? Поговорим об этом с Александром Шевченко, главным травматологом-ортопедом Министерства здравоохранения Краснодарского края. Александр Валентинович, прокомментируйте, что говорит статистика нашего краевого Минздрава по цифрам, которые я вначале провела. Согласны? Да, я согласен полностью с этими словами. Эти слова, к сожалению, очень характерны для Краснодарского края. Ежегодная история наша повторяется из года в год. Эта история повторяется, потому что край у нас с уникальным географическим расположением и очень много людей хотят его посетить в летнее время. И, соответственно, пик травматизма у нас вырастает в летние месяцы в разы. Именно бытового травматизма, полученного во время отдыха. Не только в выходные дни, но и в обычные дни нагрузка на врачей именно курортной зоны, она возрастает многократно в летнее время. Мы говорим сейчас о лете, общую информацию о том, что травматизм у взрослых, это по статистике чаще вывихи растяжения именно конечностей. Согласны ли с этим? И что говорят, опять же, цифры нашего регионального министерства? Абсолютно согласен. Основное количество травм, получаемых людьми, это средний возраст, молодой возраст. Люди, которые не научены жизненным опытом соблюдать правила дорожного движения, не научены правилам техники безопасности или просто их не соблюдают. Даже если они их знают, они думают, что их это не затронет. Это и катание на велосипедах, и на скейтах, и купание в море, прыжки в воду, прыжки в бассейны и так далее, и так далее, и так далее. То есть, то, что вы сейчас причисляете, это не дети выполняют, а люди в осознанном... Люди уже старше 18 лет, как осознанно, причем осознанно, пытаются нанести себе вред. Не с целью себе навредить, они просто совершают такие вещи, которые потом приводят к тяжелым последствиям. Но опять же, хочу, чтобы вы сослались на данные Минздрава нашего края. Какие все-таки чаще виды травм фиксируют, раз мы начали говорить про лето, давайте на лете остановимся? Давайте на лете, да. И по данным Краевого Министерства Здравоохранения, информацию, которую мы собираем ежегодно, летом количество бытовых травм возрастает в разы практически. Это связано с тем, что у нас население, плотность населения резко увеличивается в летнее время за счет приезжих, отдыхающих и так далее. Людей, которые приезжают сюда отдыхать и получают травмы уже во время отдыха. Ну то есть, правильно понимаешь, что главная опасность, и Минздраве с этим соглашаются, пока в летний период связано с побережьем? Да, количество травм на побережье возрастает в разы. Обращение в травмпункты и к врачам, травматологам, находящимся в это время на побережье, возрастает многократно. Какой характер повреждений люди получают? Это бытовые травмы, порезы, ушибы, растяжения, переломы. Самая тяжелая травма – это травма во время купания, травма ныряльщика, так называемая. И падение в состоянии алкогольного опьянения. Очень много травм получено в состоянии алкогольного опьянения. А что касается травм, вы назвали ныряльщиков отдельную категорию, есть примерная статистика? Да, к сожалению, именно к сожалению, около больше двухсот человек в год становятся инвалидами по собственной глупости. Я по-другому это назвать не могу. Но все-таки, чтобы не было таких историй, какую работу проводят представители, эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Краснодарского края? В частности, на побережье, именно направленные на любителей прыгать с пирсов, со скал, с гор и прочее? Во всех санаториях имеются информационные стенды, в которых написано, что не рекомендуется делать людям, где нужно соблюдать какие правила техники безопасности, что можно посещать, что нет. На каждом пляже есть стенды, где нарисовано и написано, когда работают спасатели, как написано и что нельзя заплывать за быки, что нельзя прыгать в неизвестные места в воду. Но почему-то, глядя на это, люди не воспринимают эту информацию. Помимо наглядной информационной кампании, в связи с тем, что в Краснодарский край приезжает очень много людей из других регионов, медики получают какую-то дополнительную мастер-классы от коллег, какие-то дополнительные совещания, установки на то, как вести себя с людьми, которые приехали за морем, солнцем и активным отдыхом в наш регион? Да, регулярно. Потому что ежемесячно на совещаниях, проводимых Министерством здравоохранения, делается, особенно в летнее время, упор на то, что нужно заниматься не только лечением этих пострадавших, но и профилактикой. Профилактикой с точки зрения информации, участвовать в районной жизни, то есть медики тоже решают, где нужно ставить стенды, какую информацию на них отобразить. Это все комплексная работа вообще всех муниципалитетов, и медики здесь должны принимать активное участие. Вот как раз речь идет о прибрежных городах, они как раз под особым сейчас, наверное, контролем, да? И как именно, может быть, усиливают состав медицинский? Минздрав как прорабатывает этот вопрос на лето? У нас, в принципе, практически ничего в структуре оказания помощи не меняется. Мы хоть летом, хоть осенью работаем в режиме нон-стоп. У нас постоянное взаимодействие с прибрежными территориями, с больницами. И если есть пострадавшие, которые нуждаются в какой-либо высокотехнологичной помощи, они тут же забираются на следующий этап. В частности, в краевую больницу номер один пострадавшие попадают, где происходит окончательное лечение. В прибрежной территории больницы не очень крупные, если они не очень крупные. Просто оказывают первую медицинскую помощь, первую врачебную, и подготавливают больных к эвакуации на дальнейший этап. Потому что количество обращений возрастает, повторюсь, в разы. Если можно называть территорией, то в Новомихайловке, за день в маленькой Новомихайловке, до 100 обращений людей из пострадавших во время отдыха. Причем это не местные жители. Но были уже в этом сезоне, уже больше, чем за половину лета, какие-то серьезные случаи, когда требовалось госпитализации? Регулярно. Я не буду выделять какие-либо территории. Регулярно там, где отдыхают люди, очень много тяжелых пострадавших. Ну, характерно для нашего региона не только такая категория, как купальщики. Есть еще и более мирные отдыхающие, которые просто за загаром приехали. Но, тем не менее, есть еще вид травм, как термический. Вот по данным Минздрава, сколько у нас таких обращений? С мелкими, с солнечными ожогами практически в день до нескольких десятков человек могут обращаться. Особенно только, которые приезжают на отдых и получают ожоги буквально в первый день свой. Но эти все обращения амбулаторные, то есть они не требуют госпитализации. Настоящий солнечный ожог, который требует госпитализации, это не так много. Но они есть. И почему-то не только взрослые, но и дети страдают. А как понять, что ты получил термический, настоящий термический ожог? И уже тут сметаной не отделаешься, что называется? Как только появляются волдыри. А, вот так. Да, или тут еще зависит не только от степени ожога, но и от площади. Если человек загорает весь и получает ожог на солнечный ожог первой степени, там до 90% площади поверхности, он обязательно попадет в больницу. Что, как себя вести, элементарные правила поведения на пляже, чтобы не получить терможог и не обращаться в нашли... Носить головной убор, пользоваться солнцезащитными кремами. Это всеобщеизвестные истины, но их надо соблюдать. Не думать о том, что если у тебя сейчас это не печет и не болит, то это не произойдет через два часа. Как правило, это люди ощущают гораздо позже, чем получают этот ожог. Помнить о том, что на солнце нужно проводить очень ограниченное время, особенно с непривычки, и просто следить за своим самочувствием. Для кого-то отдых – это не только купание в море и лежание на песке, принятие солнечных ванн – это еще и другой вид отдыха. Допустим, шашлык в лесной зоне. Люди, которые любят такой вид отдыха, тоже ваши пациенты? Тоже наши пациенты. У кого-то загорается одежда, у кого-то случаются порезы, кто-то падает на бутылки, которые с собой привезли, и так далее, и так далее. Кто-то еще по дороге туда умудряется получить травму, попадая в аварии. Ну, человек, который, так сказать, свободен в своем выборе, в выборе передвижения, в выборе отдыха, он почему-то думает, что с ним это не произойдет. А это, к сожалению, очень часто происходит. Еще одна категория взрослого населения – это дачники, которые тоже в мае или даже раньше стартуют, уезжают на свои приусадебные участки и, не понимая, что тоже поджидает опасность, вовсю бросаются в физическую работу, в нагрузку. Там какие травмы можно получить? Ну, дачники – это май и осень, весенние-осенние работы. Потому что здесь уже более старшая возрастная группа преобладает. Те люди, которые с пониженной активностью, физической силой… Но которых не остановить. Которых не остановить, да. Начинается обрезка деревьев, люди начинают падать с деревьев, начинается ремонт крыш, люди начинают падать с крыш. Осенью, перекопки огородов, уборка урожая, опять деревья, падение с деревьев. Это падение просто во время нахождения на даче, где-то споткнулся, упал. То есть уже гораздо меньше энергии нужно приложить для того, чтобы получить травму. Ну, вот такие падения переломами заканчиваются. Первые шаги, что нужно делать, ну, если один человек на своем участке? Звать на помощь. Если это конечности, если это не руки, а ноги, то звонить, вызывать скорую помощь, вызывать соседей, по-другому никак. То есть никаких само пройдет? Нет. Есть люди, которые умудряются даже при наличии родственников и знакомых лежать по несколько дней дома до обращения в медицинскую организацию. Этим славится почему-то женщина в возрасте. Я знаю, что в Медздраве реализуют программу развития здравоохранения. Она как раз предусматривает охрану здоровья населения. Вот какие шаги по ней вы можете назвать? У нас постоянно совершенствуется оказание медицинской помощи, потому что развитие медицины не стоит на месте. В том числе появляется у нас дополнительное какое-то оборудование, дополнительное оснащение больниц. Оно постепенно появляется во всем крае. У нас есть территориальные программы по оказанию медицинской помощи при травмах, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при травмах, полученных во время ДТП. Эти программы разработаны, у них написано, где оказывать первую помощь, куда вести пациента после этого, какая должна быть информационная поддержка, куда надо сообщать. У нас есть центр экстренной плановой медицинской помощи в городе Краснодаре, который собирает всю эту информацию. То есть программа работает? Да. Благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. В программе «Факты мнений» был Александр Шевченко, главный травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Краснодарского края. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова